В перинатальном центре сегодня отметили день недоношенного ребенка. Для родителей и детей, чьи дети родились с экстремально низкой массой, врачи устроили концерты, самые разнообразные развлечения. Это международная акция, в которой участвуют десятки медицинских учреждений страны. Как она прошла в Красноярске, расскажет Денис Денисов. Эта активная девочка в пятнистом платьице родилась прошлым летом. С весом всего 490 граммов. При том, что критический недобор массы у новорожденных начинается до 1 килограмма. Тогда врачи совершили чудо, и сегодня Виктория – здоровый, активный ребенок. Просто, как говорит ее мама, очень маленький. Мне нравится песенки слушать. Вот сейчас сцену увидела, все не оторвать, и там везде походить, везде залезть. Это мы прям любим все на ощупь, все посмотреть, познает мир. Очень активная, очень веселая, улыбчивая. Десятки детей, что пришли сегодня на праздник с родителями, родились с экстремально низкой массой. По нормативам, до 2012 года многие из них считались бы нежизнеспособными. Но сейчас профессионализм врачей перинатального центра и современные технологии помогли сохранить им жизнь. В прошлом году в крае родилось 112 таких деток. Это почти 5% от общего числа. Дети на этих фотографиях – бывшие пациенты. Сейчас они уже все выписаны, здоровы и хорошо себя чувствуют. А вот за этой дверью находятся дети, подключенные к аппаратам. В центре их сегодня около полутысячи. И все они родились с недобором по массе. Детей весом до килограмма в Красноярском крае сейчас выписывают больше, чем когда-либо. Это связано не только с тем, что увеличилось количество преждевременных родов, а с тем, что их намного чаще спасают. Сегодня у наших медиков даже нет данных о том, как живут и развиваются такие дети. Только недавно их научились выхаживать. Но, судя по зарубежной статистике, они вырастают здоровыми и без отклонений. Однако дополнительного наблюдения у врачей в первые годы жизни все-таки требуют. В период пубертата возникают проблемы и в период обучения. То есть это не дети инвалиды. Они бегают, прыгают, они вроде развиваются. Есть проблемы с обучением и есть какие-то проблемы адаптации в социуме. Есть такие данные зарубежные. Мы об этом сказать не можем, потому что наши дети до этого возраста еще не доросли. И опять же возвращаясь, чтобы уменьшить вот эти последствия, этими детьми нужно заниматься с самого рождения и практически всю жизнь, пока они развиваются. День недоношенного ребенка считается международным. И впервые его отметили в конце прошлого века в Европе. Тогда в небо запустили белые воздушные шарики по количеству спасенных детей. И красноярские врачи остаются верны традиции. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.